Мы не любим громких сравнений об украинской Венеции или Дунайской Шри-Ланке. У города в дельте Дуная есть свое имя – Вилково. Припаркованные в каждом дворе местные гондолы и моторные лодки всегда восхищают туристов. Наша съемочная группа и сама не раз удивлялась, замечая пожилую пару, проплывающую мимо. Пешеходная зона здесь небольшая. Из-за высокой влажности дороги в городе сооружают не из асфальта, а из бетонных плит. Про улицы в этом живописном месте вы можете послушать где угодно. Мы же расскажем вам о том, как хорошо провести время, не выезжая за пределы области. Лучше всего добираться в Вилково на собственном или арендованном автомобиле. В 2019 году дорогу Одесса-Спасская-Вилково полностью восстановили. Путь из областного центра занимает 2,5 часа. Однако для желающих отдохнуть без машины тоже имеется альтернатива. Доехать можно на поезде, к примеру, до Измаила и проехать еще чуть более сотни километров на общественном транспорте. Правда, этот совет больше для экстремалов. Дорога может занять 8-10 часов. Кроме того, из Одессы курсируют постоянные автобусные маршруты. Как бы ни было сложно, какие бы карантинные ограничения не были, но люди все равно хотят и должны отдыхать. Поэтому в прошлом году очень многие украинцы открывали Украину. Дельта Дуная – это самая сохранившаяся дельта в Европе в силу исторических причин. Здесь долго был пограничный режим, небольшая плотность населения и здесь природа сохранилась на значительных площадях в первозданном виде. В промышленности Вилково как таково не стало давно. Если в Вилково было 15 тысяч населения, и мы имели 8,5 тысяч рабочих мест, то сейчас мы имеем, дай Бог, 5 тысяч населения. И очень большой хвост пожилого населения моего возраста – это уже население, которое постепенно становится экономически неактивным. Из основных видов деятельности у местных жителей Вилково остались туризм и рыболовство. После ежегодного вылова Дунайской сельди вилковчане ждут летнего сезона. Количество гидов и экскурсоводов, его разгар здесь увеличивается в несколько раз. Да и предложения имеются на любой вкус – спонтанные путешествия по рыбацким островам или прогулки на катере с запланированным обедом и ночлегом. Закрытые границы пошли городу на пользу. Без отпусков в жарких странах туристы ринулись поближе в воде. Местные даже вспоминают пробки из лодок на улицах Вилково. Зато о ямах на дорогах переживать точно не стоит. Жители Вилково охотно встречают гостей и готовы поделиться историями о городе. Об островах и водной глади городка существует немало легенд. Туристов будоражат рассказами о спокойной реке, которая время от времени утягивает на дно людей. Чаще всего такие страшилки местные рассказывают детям, чтобы те вспоминали о правилах безопасности на Дунае и его каналах. Кстати, хоть вода на вид и мутная от ила, но зачерпнув ее рукой замечаешь, что она совершенно прозрачная. Кроме таинственной составляющей местных вод, считается, что на территории Вилково можно излучить любые болезни. Ниша знахарей и ворожек здесь совсем не пустует. Рекламных объявлений с телефонами вы здесь не встретите. Но местные готовы поделиться адресами, если убедятся, что вам действительно нужна помощь. Он у нас, видимо, не прекращался туристический сезон, учитывая ситуацию с ковидом. Картина, конечно, страшная, но люди боятся куда-то уезжать, приезжают к нам. Начался он с Нового года, потому что рождественские праздники были, люди приезжали сюда не в том количестве, которое есть. Думаю, что в этом году 150-200 тысяч туристов посетят наши края вместе с Приморским, с Вилково. Я надеюсь на это, что они приедут сюда к нам, увидят наши места. И потом всех остальных будут звать тоже сюда, к нам на воду. Как правило, в стандартную программу путешествия по Вилково входит прогулка на катере по водным улочкам, посещение заповедников, дегустация местной кухни, чего только стоит борщ из сельди, и бокал вина Вилковского разлива. Туристы обязаны увидеть здесь здешнюю фауну. На территории всей дельты реки обитает около 350 видов птиц. И как же без фотографии на нулевом километре, месте встречи Дуная и Черного моря. Сейчас управляют уже сыновья. Я больше в зимний период. Я сейчас создаю туристическую пасеку, очень интересный объект. Со следующего года уже уступит строй. На таких базах, как наша, когда размещение идет домика коттеджного типа. То есть это не гостиница, где все на этажах, там столовых. Вот все питание идет на вынос, вот на берегу. В принципе, то же самое, как бы вы выехали на природу скопления, людей нет. И поэтому все зависит от того, как будет ситуация. Ну, уже понятно, зарубеж будет закрыт долго для граждан Украины. И они установят лучше Украину, в том числе нашу дельту Дуная. Не ограничивайтесь только водными прогулками. Обязательно прогуляйтесь по Вилково пешком. В городке есть несколько скверов, церкви старообрядцев и небольшой музей истории при Дунаве. В летний сезон запаситесь спреем от комаров и парой выходных. Такое